Ас-саляму алейкум, рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и все, кто нас видит в прямом эфире. Достаточно о достоинстве месяца Рамазан наш сердечный, любимый наш гость и наш брат, шейх Мухаммад Ас-Сақаф рассказал, хочу добавить несколько слов по поводу того, как нам следует воспринимать и относиться к этому месяцу. Все, кто здесь сидят, занимаются разными видами деятельности. В каждой сфере бывает свой сезон. У крестьян свой сезон, у садоводов свой сезон, у торговцев свой сезон. И они весь год готовятся к этому сезону, ибо именно в этот сезон они зарабатывают то, что им достаточно на весь год. А месяц Рамазан – это сезон правоверных рабов Аллаха, в котором они должны обрести достаточно большую прибыль и обрести достаточно достижений, которые будут его сопровождать до следующего Рамазана. А не воспринимать месяц Рамазан как какой-то перерыв в привычной, в твоей жизни. То есть вот сейчас месяц Рамазан, давай потерпим чуть-чуть, все, потом после месяца Рамазан и все. Мы как бы выделяем месяц Рамазан, он для поклонения Всевышнему Аллаху. Месяц Рамазан мы ходим в мечети, мы не пропускаем джамоаты, мы делаем садака. Закончился месяц Рамазан, закончились наши поступки. Так нельзя воспринимать месяц Рамазан. И сейчас я предлагаю, что мы сейчас уже должны сделать, ну должны тоже слишком сказано, советую и себе, и вам сделать в первую очередь сейчас. Это, конечно, попросить Всевышнего Аллаха, чтобы он нам дал дожить до месяца Рамазана. Сколько бы дней, сколько бы мало дней не осталось, ни у кого нет этой гарантии, что он доживет до месяца Рамазана. Поэтому наши сахабы, ради Аллаху анхум, просили у Всевышнего Аллаха, говорили, «Аллахума, барик ляна фи Раджаба ва Шаабана ва Баллигна Рамазан, во Аллах, сделай баракатным для нас Раджаба и Шаабан, и доведи нас до Рамазана». Также они говорили, «Аллахума, саллимни иля Рамазан, ва саллимли Рамазан, ва тасалямху минни мутакаббаля, о Аллах, дай мне в достижение месяц Рамазана, то есть доведи меня до Рамазана, дай мне целым, ва саллимни и Рамазан, то есть дай мне целиком месяц Рамазан провести, и возьми, прими у меня этот месяц Рамазан принятым». И для того, чтобы мы после этого, давайте посмотрим, какие у нас намерения в преддверии месяца Рамазана. Какие у нас намерения? Ибо намерения уже это благое деяние. Ведь хадисы от Абу Гурайры, радья Аллаху рангу, приводятся, «Иза тахаддата абди би ан ямала хасанатан, фа ана актубуга лагу хасанатан». Обратите внимание на величайшую милость Всевышнего Аллаха. Аллах говорит, когда уже мой раб замышляет благое деяние, я уже ему его записываю. Поэтому, если мы запишем, я советую вам сегодня же, если бы у вас сегодня же были бы эти бумажки, дома сесть, записать, вот что я хочу с месяца Рамазан получить. Какие мои цели в месяц Рамазан? Ибо если бы наступал наш коммерческий сезон, сезон урожая, мы бы, конечно, взяли бы книгу учетов, отчетов, и мы бы очень хорошо подготовились. Но как можно не подготовиться к месяцу Рамазана? Это значит, какие могут быть намерения у нас? Это значит, сделать, прочитать Священный Куран. Хотя бы один раз в течение этого месяца. Скажете, не все умеем мы читать Куран. Хотя бы научитесь читать Куран, как наш имам Мухаммад Ханафи рассказал о величайшем достоинстве Священного Курана. Куран, к сожалению, у нас лежит на полочках. Куран у нас, мы откладываем, мы не умеем читать, это наш большой пробел. Нужно научиться читать Куран. Учиться, учиться. Хотя бы алфавиту научитесь. И хотя бы нескольким сурам научитесь. Для этого найдите время. Ибо этот месяц – месяц Курана. Следующее. Подготовиться к искреннему раскаянию. Сделать таубу. Если мы совершили какой-нибудь тяжкий грех, мы должны знать, этот тяжкий грех требует отдельного раскаяния. Искреннего раскаяния с твердым решением не повторить этот грех. Хотя за малые прегрешения общее раскаяние достаточно, но если кто-либо из нас допростит его, Всевышний Аллах совершил тяжкий грех, это требует отдельного таубу. Сделать намерение, чтобы этот месяц стал в моей жизни новой отправной точкой. С этого месяца я, иншаллах, начинаю такое-то благое деяние, и я ввожу его в свою традицию. Ибо Всевышний Аллах... Когда у посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма, спросили, «Айюл а'мали ахаббу илаллахи», какие из деяний любимые Всевышнему Аллаху, милы Всевышнему Аллаху, посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма, «Ахаббу илаллахи адуаму ха ва инкалла». Самые любимые Всевышнему Аллаху из поступков – это регулярные, даже если их мало. Если, допустим, ты вместе с Рамаданом начал то, что ты прежде не совершал, какое-нибудь благое деяние, какое-нибудь ибадат, например, молитву Духа, молитву Витр, читать какую-нибудь несколько страниц из Священного Курана, и ты дальше продолжаешь. Вот что Всевышний Аллах любит, нежели чем то, что ты месяц Рамадана совершил и прекратил. Также подумать над тем, где у меня недостатки. У Аллахи каждый из нас очень хорошо знает свои недостатки. Где у него слабые места? Если он скуп, стараться стать щедрым. Если ленив, бороться со своей ленью. Если он груб, бороться, приобрести, постараться крутость. Если он нетерпелив, обрести сабр. Ибо посланник Аллаха, саллиллаху алейхи и вассаляма, сказал, «Иннамас сабру битта сабур». Сабр приобретается стремлением приобрести его. Нельзя говорить, я не могу. Месяц Рамадан он для чего? Для того, чтобы Всевышний Аллах в месяц Рамадан нам говорит, вот ты же можешь, в месяц Рамадан ты смог отказаться от дозволенного. Как ты не можешь отказаться от запретного? Аллах нам говорит, Аллах нам показывает, нам те силы, тот наш потенциал, который в нас внутри Аллах заложил, ты можешь, говорит нам Всевышний Аллах. Курильщик не вспоминает в течение всего месяца Рамадан, ведь он же мог. Ему Аллах говорит, ты можешь, бросай тот, кто этот месяц. Давайте сделаем таким месяцем, которым вот с этого месяца, иншаллах, я больше на запретную женщину не посмотрю. Этот грех очень распространен среди нас. Мы очень спокойно любуемся посторонними женщинами. Не обязательно им прямо в лицо смотреть на живую женщину. У нас в телефонах и на экранах постоянно они. Какая разница, так посмотришь ты, в лицо им посмотришь. Афар же он один делает. След же он тот же оставляет в наших сердцах. Девушки, которые не совершают намаз, жалуются на тех людей, которые из мечети выходят, как они разглядывают посторонних женщин. Как это можно допустить такое? Опустите голову, ведь Аллах это приказывает. Поэтому каждый из нас должен взять на заметку, вот это мой недостаток, вот это я делаю, вот это я, иншаллах, над этим я буду работать. Кто знает, доживем ли мы до следующего Рамадана, если мы доживем до этого. Если не в месяц Рамадан, то когда еще? Когда будет более лучший случай и более лучшее время, чем в месяц Рамадан, чтобы исправить наши недостатки, наши ошибки, поработать над самим собой, изменить себя? Мусульманин всегда должен меняться, меняться, меняться. Ибо поэтому Аллах говорит, «Ауузу билляху на шейтану рожииму, инна Аллаха ла югайиру ма би кавмин хатта тугайиру, хатта югайиру ма би анфусихим». Воистину в обществе ничто Всевышний не меняет, пока они сами себя не изменят. Значит, мы способны меняться. Просто мы говорим, я не могу. Нельзя говорить, я не могу. Надо всегда себе внушать, я это смогу. Я это сделаю. Надо с собой разговаривать. Скажи самому себе, куда ты денешься? Дальше. Работать над своим иманом. Укрепить свой иман. А возобновить сведения и знания о вере во Всевышнем Аллахе. Если у любого спросить, кто такой Аллах, сколько человек может дать правильный ответ? Сегодня мы перед очень страшной угрозой находимся. Сегодня безбожие распространяется с новой силой. Они завоевывают сердца наших детишек. Они могут заставить усомниться любого из вас, если у вас не будет знаний и аргументированной веры во Всевышнего Аллаха. Надо изучать, как уверовать во Всевышнего Аллаха. Как он доказывает себе, что он существует? Это логика и знания вам это помогут. Дальше. Составить программу на каждый день. Начиная с сухура. Давайте коротко пройдемся по нашим поступкам, которые каждый день мы совершаем. Ибо если мы сейчас об этом не подумаем, Аллахе мы упустим несколько дней, пока мы войдем в этот месяц Рамадан. А в месяц Рамадан нужно войти так, чтобы ни одну минуту, ни один день, ни один час из него попусту не упустить. Мы встаем на тахаджуд. Тоже мы записываем нашу программу. Ежедневная программа, которую мы каждый день стараемся совершать. Прежде чем вставать на сухур, есть очень много людей, которые на сухур не встают. Он говорит, мне не нужно вставать на сухур, я на ифтаре дежу в пост. Это неправильно. Ты на сухур встаешь не потому, что тебе нужно покушать хорошенько. Ты встаешь на сухур, следуя за пророком, саллиллаху алейхи вассаляму. Ибо посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляму, сказал, «Та сахаруфа инна фис сухур и барака». Вставайте на сухур, в нем есть барака, сказал посланник Аллаха. Выпейте глоток, сделайте глоточек воды, но вместе с этим совершайте тахаджуд. После тахаджуда, до хракатного намаза перед рассветом, вы просите у Всевышнего Аллаха, «Истигфар» или твой вирт, который ты всегда оставляешь совершать за рулем, или же там перед телевизором. Совершай его в свое время, вовремя совершай. Аллах в Священном Коране говорит, «Аузу билляхи мнаш-шайдуанр-раджиму, «Абил асхари хум ястал фирун». Правоверные му'мина – это те люди, которые перед рассветом молят у Аллаха прощение за свои грехи. Далее мы стараемся своевременно попасть на джамаат-намаз, для того, чтобы успеть совершить суннат уль-фаджри, суннат утренней молитвы. Ибо посланник Аллаха, саллиллаху алейхи и ва саляма, «Рака'ата уль-фаджри хайрум минад дуния ва ма фиха». Два рака'ата утренней молитвы, перед утренней молитвой, они лучше, чем все дуния и все, что в нем есть. Не нужно приходить в притык. Наша ошибка, которую мы должны постараться устранить хотя бы в этот месяц Рамадан, чтобы после имама, после основного джамаата, джамаата потом не было. Чтобы мы все дружно, вовремя, заблаговременно приходили на намаз и совершали его вместе с основным имамом. Эта молитва совсем другая, а молитва, которую ты совершаешь потом там в правом крыле, в левом крыле с 10-15 людьми, это совсем другое джамаат. Мечет не для этого. Существует для того, чтобы там кучковались и делали джамааты. Поэтому об этом тоже приведу хадис посланника Аллаха, саллиллаху алейхи и ва саляма. Он говорит, вот этот хадис можно практиковать именно в этот месяц. Пророк говорит, «Ман салла арбаина яуман фи джамаата, юдрикут такбиратал улла, кутибат лагу бараатани». Тот, кто совершит 40 молитв в джамаате, успевая при этом на первый такбир вместе с имамом, ему будет записано два очищения, два освобождения. Освобождение от ада, «ва бараатум минан нифақ» и освобождение от лицемерия. Разве это не стоит практиковать в этот месяц? А возможно, в дальнейшем традицию войдет. Сделать такую традицию, подготовиться. К большому сожалению, у нас своевременное присутствие на джамаат намаза не входит строго в нашу ежедневную программу. Ах, до следующего намаза можно подъехать, успеем сделать. Не так же нужно делать. Нужно. Очень красиво бывает в разных странах. Я бывал, практически ты не видишь людей, которые после этого основного джамаата собираются и делают джамаат. Все почему-то успевают вместе с имамом сделать. У кого кто... Есть люди, которые так привыкли делать. Я понимаю, если он по служебному своему обстоятельству не может. Но когда человек так привыкает, и при том видишь людей на территории мечети, беседующих, когда еще идет уже икамат в мечети. Толпы людей находятся во дворе мечети. Это очень не соответствует. Это очень противоречивая картина с поведением мусульманина. И далее после совершения утренней молитвы мы стараемся. Если ежедневно не получается, то хотя бы у кого получается, пусть будет ежедневно. Если не получается, пусть он его старается хотя бы несколько раз сделать, через день делать. Ибо в хадисе посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассаляма, говорит... То есть, я еще забыл. После этого, после того, как мы совершаем два рака'ата сунната, стараемся как можно больше просить у Всевышнего Аллаха делать дуа. Есть много за что нам делать дуа. Особенно наше положение. Наше тяжелое положение в нашей стране, во всем мире, у всех мусульман. Просить у Всевышнего Аллаха. Ибо время между каждым аданом и икаматом – это лучшее время для мольбы. Это и этим шансом воспользоваться. Ибо о молитвах, о посвящении утренней и особенно ночной молитвы посланник Аллаха говорит... Если бы они знали, сколько вознаграждения за утреннюю и ночную молитву в джама'ате, они бы туда приползли бы, говорит посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям. Дальше, после того, как мы завершаем утреннюю молитву, совершаем адкары. Кстати, не многие знают, не все знают эти адкары. Вместе с Рамаданом лучший шанс изучить все это. Выучить наизусть. И далее садимся, ждем, совершаем адкары, чтение Кур'ана. То есть проводим время до восхода солнца. Ибо посланник Аллаха говорит... Тот, кто совершил утреннюю молитву в джама'ате, и затем сел упоминать Аллаха до восхода солнца, и после этого совершил два рака'ата, это будет ему ка аджри хаджатин ва умра, как вознаграждение за хадж и умра тамматин 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 тамма. То есть полноценного хаджа и умра вознаграждение ты получаешь, если ты задержишься до восхода солнца. И так далее, дорогие братья. Потом на обеденный намаз стараемся тоже присутствовать, успевать своевременно, не опаздывая. и тем самым получить особую награду за успевать, за то, что ты совершаешь намаз, непосредственно произнося такбир за имамом. Посланник Аллаха дальше аср намаз. Тот, кто совершил, говорит посланник Аллаха, перед аср намазом четыре рака'ата, да смилостивится Аллах над тем рабом, говорит посланник Аллаха саллаллаху алейхи васаляма. Также в мечетях, как обычно, наш мухтият во всех мечетях старается усиливать работу по просвещению, по урокам, проповедям. Это золотой шанс. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи васаляма говорит, «Ман гада илаль масчиди», послушайте, тот, кто отправится в мечеть, при этом не желая ничего, кроме как выучить что-либо полезное, благое, или же обучить кого-либо этому, «Каналаху ка аджри хаджин тамман хаджату». Этому человеку будет аджр, равный аджру паломника, который совершил полноценный хадж. Посетили урок, проповедь, вот то, что вы сейчас делаете, этому человеку, говорит, будет аджр полноценного хаджа. Аль-хамду лиллях. Какова же милость Всевышнего Аллаха. Далее посланник Аллаха саллаллаху алейхи васаляма в другом хадисе говорит, кто, кто совершит омовение дома, и сделает его наилучшим образом, и затем отправится он в мечеть, он в гостях у Всевышнего Аллаха, и долгом хозяина является оказание почтения своего посетителя. И так далее, дорогие братья, не хочу задерживать, отнимать слишком много времени, постарайтесь по каждому намазу, по каждому благому деянию, что бы вы совершали бы. Иначе как получается? Мы после таравихов, у нас начинаются застолья, мы садимся, просматриваем фильмы, до утра мы не спим. И ждем, когда же имам скажет ассаляму алейкум арахматуллах после утренней молитвы. Все, толпы вовремя, то есть у выходов из мечети. Самое лучшее время Рамадана мы таким образом упускаем. время после утренней молитвы. И что нужно сделать? Чтобы такая программа у вас удалась, что нужно сделать? Нужно ограничить доступы в социальные сети, ограничить доступы в экраны, сериалы, вовремя ложиться спать и так далее. И это все одна программа. Программа между тобой и Всевышним Аллахом. Месяц Рамадан должен в себя включать программу твоих поступков между тобой и рабами Всевышнего Аллаха. Поддержка родственных уз. Поддержание, поддержка людей, у которых сломлены сердца. Сказано На поверхности земли ничем наиболее лучшим не поклоняются Всевышнему Аллаху, чем поддержание опечаленных людей, чем поднятие духа человека. Сегодня люди изолированы друг от друга. Почему у нас очень много панических атак, психологических расстройств? Потому что люди в одиночестве находятся. Как наши предки, наши салифы салих не подходят, брат. Это все минует, брат. У тебя все будет хорошо. Вот в такой поддержке, в моральной поддержке многие из наших людей нуждаются. А это оказывается очень, за это большая награда. Не говоря уже о других поступках. Сам посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма нуждался в этом, когда он в страхе после первого откровения пришел к Хадидже. Хадиджа, ради Аллаху анха, утешила его. Речь идет об утешении сердец, чего нам сегодня не хватает. Поэтому в тренде и в моде психологов, нам психологи не нужны, если мы друг друга будем утешать, поддерживать морально. Вот этой поддержки сегодня нет. Выслушать человеку, да, позволить, высказаться человеку, поделиться с его проблемами, это уже снимает с него большие проблемы, дорогие братья. Поэтому и сказано, ничем наилучшим не поклонились Всевышнему Аллаху, чем утешение сердец. Мы должны нести в сердца утешение друг другу. Ибо когда мы будем нуждаться в этом, нас тоже поддержат. И, конечно, отдельная программа, составьте отдельную программу на последние 10 дней. Какие бы ни были у тебя скудные доходы, выдели какие-нибудь средства, это будет в месяц Рамадан, это пойдет на строительство мечети, большой мечети, на поддержку сирот, на и так далее. Ты для того, чтобы совершить благодеяние, не должен быть миллионером. Ибо один финик может сравниться с миллионами другого богатого человека, который ты отдаешь. Также стараться внести в свою программу поступки ифтар. То есть пригласить, сколько ты сможешь гостей и близких к себе на ифтар, организовать этот ифтар у себя дома или же в общественных местах, в мечетях, принимать в этом участие. В этом очень великая награда. Поэтому, в общем, дорогие братья, месяц Рамадан – месяц накопления заряда и привития новых поступков. То есть месяц Рамадан – это ступенька выше. Это продвижение. Поэтому с каждым месяцем Рамадан мы должны двигаться вперед ко Всевышнему Аллаху. Сделает Всевышний Аллах этот месяц для нас успешным. Даст нам Всевышний Аллах тавфитр. Быть искренними рабами богобоязненными и простить нам всем наши грехи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова